здравствуйте ребята рада вас снова видеть а тем кто смотрит нас впервые представлюсь меня зовут мерзлякова анастасия я эколог природоохранного союза и сегодня у нас с вами гости заместитель председателя природоохранного союза катерина ирхина и ее сын илья а поговорим мы о нашей области и тех народах которые ее населяли область наша имеет древнюю интересную историю и конечно же мы не можем говорить об этой области не зная ее историю сегодня мы с вами поговорим о том какие народы населяли нашу область и как они относились к природе ленинградская область большая имеет древнюю историю это ведь не только вадага просторы финского залива это и маленькие уютные деревни и большие заводы и огромное количество народов вепсы вот и жоры карелы русские кого здесь только не было на наших территориях и вот сегодня мы узнаем про них как можно больше знаешь илья наши предки считали природу живой и населяли ее волшебными существами хранителями знаю знаю тащили бессмертный баба яга змеи горылечка здравствуйте ой а кто ж так нам в гости пожаловал я баба яга вы меня позвали вот я и пришла да не баба яга не такая а какой она злая ступе летает петлой погоняет понятно детских сказок начитался ай да 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 баба яга костяная нога лежит на печи на девятом кирпичи нос в потолок в рост вот такая баба яга тебе нужна да по коже верим верим теперь верим верим только можно я это вот сниму я меня симпатичнее и вообще удобнее и костяной ноги у меня нет и не просите ой да что вы мы вам любой рады вы же в наших лицах незапамятных времен живете ой я еще молода всего триста тридцать лет и три года так вы наверное все традиции обычаи наших народов знаете ну кое-что знаю так вы нам расскажите и нам ребятам будет очень интересно ой правда что интересно и вам интересно ну чудо чудное дива дива ведь как повелось то завалится в избушку богатырь и давая раз ты мне ведь печку и стопе и в бане меня папа напои накорми спать уложить а потом и расспрашивать да чем же мне его дубину стоеросовую расспрашивать ну что он знать то может а вы со всем уважением ой расскажу спрашивайте так расскажите же нам бабушка кто на нашей территории жил в нашей ленинградской области во что верили как природе относились шустрая какая сколько вопросов сразу ну скажу хорошо жить мирно и вот и вверх и жор и карелы с финны с финнами как пришли на эту землю так и осели и мирно хорошо жили да что говорит земля то не простая но богатая всем на ней добра то хватало во первых дома были крепкие из леса рубленые дома но и реки полные и грибы ягоды лесные ну место конечно редко ели только по большим праздник но это знаете для природы это хорошо нас ведь как сейчас ребята вы знали на животноводство на производство мясных продуктов до 18 процентов выбросов парниковых газов приходится это такие вещества которые наш климат меняют из-за этого нас что в одних регионах засуха постоянно в других наоборот дожди не прекращаются так что для природы это одна сплошная польза и леса вырубать не нужно было чтобы животных там разводить а мясо есть часто вредно от него тело тяжелее и как это сказать то неподвижным становится к земле все тянется то ли дело рыба да ягоды да как предки то наши что ели пироги с ягод из брусник из клюквы из черемухи и рыбники а еще лес они очень любили ведь недаром же говорится что вепс пословица такая есть до сих пор знают ее да что вепс топором родился жили они тем что лез добывали и сплавляли его по рекам и земледелием жили ну что еще рассказать то ой только знаем и вот и за ними грешок долго у них сохранялась подсека весной как только листья зацветут деревья срубали а на следующий год их сжигали а ведь из них бы могло образоваться полезное вещество гумус она бы почву еще плодороднее сделала да и по опасности пожаров бы не было ой милая я тебе на отсчет подсеки вот что скажу это конечно сейчас технику пригнали лес попали 100 гектаров 200 гектаров расчистили лес бросили и уехали а он лежит да гниет а в наше то время как было ну много ли ты к топором да пилой то на рубишь поэтому и все было непросто в начале у леса разрешение просили у деревьев прощения просили за то что рубить их будет да и после с разбором самые большие деревья на избу ушли мост замостить лодку выдолбить что похуже дорогу через болото загадить загадить а вот уж что осталось то тогда конечно сжигали и залой землю удобряли а ведь потом пока здесь все растет лет пять на том месте где старое поле был уже молодой лесок поднимается но конечно сейчас нужды в этом нет и вот что я скажу лесу с огнем шутить нельзя пожар в лесу это очень страшно а запомните дети что сжигать траву или играть с огнем в лесу категорически нельзя это может быть очень опасно а жили мы с лесом и с природой мирно и с уважением потому что знали что есть в духе хранителя и в доме и в лесу и в поле и на реке и в озере ну конечно почитался хозяин леса лишь его так называют многих народов он по-разному называется ворса но главное что характер у него ох не простой мог он кем только прикинуться и пнем старым и камнем и деревом так что даже и не отличишь а мог человеком прийти так вот для того чтобы хозяина умилостерить входя в лес просили у него ягод грибов или скажем охотничьей удачи а еще дарили ему подарочки подарочки корсть зерен для его птичек малых или хлеб жук с солью посыпанным и если подарок приходился по сердцу по душе приходился хозяин то он сразу корзинки ягодами наполнял и дичь выводил на охотника но нужно было соблюдать правила в лесу не кричать ветки кусты не ломать зря костры не разжигать муравейники не разорять птицу зверя зря не бить потому что если осерчает хозяин леса мог он на дурной след поставить и даже в знакомом лесу человек бы оттуда не вышел так и бродил бы себе пока сила не кончится ну и всякие у него были помощники ох тоже могли на камер смечать ну что еще хотите знать а что бабушка наверно у воды то были свои хранители ой про воду тут разговор особый конечно был дух хозяин воды илюш знаешь как его звали то как звали водяной правильно вот какой молодец водяной и характер у него был суровый а ведь от него не только улов зависит он ведь мог и лодку перевернуть и вообще утопить да подтопить поля да что он только не мог еще у него много в своих было подручных ведь русалки лоскатухи а на болоте болотники да кого только не было и характеры у них были ох суровые ох зловредные но был способ задобрить водяного нужно было в омут глубокий кинуть яйцо или пирог со снетью какой-нибудь ну это конечно уже дело и вот правильно вы говорите вепсы природу очень любят вот как сейчас ученые считают что если бы такое отношение у всех людей было то экологических проблем бы не было ведь у них как бережное отношение к природе даже в самом языке часто и кусты и растения и животные все с уменьшительно ласкательными суффиксами говорятся ведь как не синица а синичка и даже ласточка как божья птичка переводится это верно это верно очень уважали народы и вепсы в особенности уважали природу уважали животных и растений дело в том что был царь леса а кто у нас царь леса ну-ка кто догадается какой зверь царь наших лесов ну-ка 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 ну если или уж и не знает окно катюша пока помочь как ты думаешь кто в наших лесах кто самый большой зверь медведь кони младен на ли конечно его и почитали более того многие народы считали что медведь он им прародитель или ну просто родственник брат твою а деревья в каждом селении было свое священное дерево береза дуб сосна к этому дереву его хранили ходили к нему за советом или попросить о помощи в печали девушки о любви спрашивали и ответа ждали правильно ли сердце говорит того ли оно выбрало ну и праздники вокруг них проводили все деревенские все собирались дерево ленточками украшали а еще очень любы мне были вожане любы потому что воде теперь осталось во всей россии разве что сто человек и были они настоящие дети малые природы и поклонялись лесу воде солнцу деревьям а еще нравится они не тем что у них много божеств было женского пола у них и хозяйка очага тульче эмма эмма это женщина и хозяйка леса мэтс эмма и хозяйка воды в эмма а еще было у них сказание а огненный змеи змеи лиммюс надо было найти ее яйцо принести домой и если из него вылупилась маленькая змейка то давала на хозяину дому богатство и молоко и зерно и хлеб но правда забирала но его у соседей вот такие вот были дела ну как наверное они ведь еще и повеселиться любили праздники проводили ну конечно да кто ж веселиться не любит любой народ праздники общие любит хороводы водить по кругу да по спиралям закручиваться а это знаете ведь откуда пошло потому что все у нас в природе по кругу движется вот дети вы замечали что весной на деревьях листья распускаются а осенью все опадают а весной как снова растут и вода у нас по кругу движется солнце ее испаряет с рек с озер даже с ручейков маленьких нам вода от каплями на небо поднимается а потом тучи приходят из дождем ее нам обратно спускают и снова все это движется и растения с животными по кругу живут растения из минеральных веществ питательные делают а потом животные их едят и друг друга конечно тоже ну и так все движется а как вы думаете круг этот замыкается так наверное в землю опять все возвращается так эти минеральные вещества куда-то потом опять двигаются конечно они в почву как попали а там их грибы микроорганизмы разложили и опять минеральными сделали опять растениям пища мудреная какая-то ой да что мы все говорил договорит совсем у меня память-то отшивая я ж к вам гостью привела да не простую а мастерицу умница затейницу пойдемте я вас познакомлю а